Кристина, послушай, ничего не изменилось. Мои чувства к тебе остались прежними. Поэтому, если у меня есть хоть один шанс, никакой свадьбы не будет. Никаких шансов, Андрей. Ни единого. По частичке в ладони свои. Так что, если увидишь дождь, Каждой капле в глаза загляни. И, возможно, меня заберешь По частичке в ладони свои. Помните, вы на прогулке спрашивали о старинных закарпатских рецептах? И вам особенно понравился один. Нина, неужели это? Да, да. Я попросила шеф-повара приготовить. Ваша жена прелесть. Ну что же, вернемся к аукциону. Я хотела бы провести аукцион в холле вашего отеля. Ну, почему же в холле? У нас есть прекрасный конференц-зал. Ну, чем меньше пафоса, тем лучше. К тому же, я думаю, сотрудники вашего отеля Прекрасно справятся с задачей. А роль аукциониста мы могли бы поручить Петру Андреевичу. Да, он справится. Ну, Петру Андреевичу удалась роль Деда Мороза прекрасно. Я думаю, с аукционом он справится вполне. Так, вот работы Брайана, которые мы хотим выставить для продажи. Это влюбленная моя любимая картина. Послушайте, у вашей жены прекрасный вкус. Еще, знаете, Нина показала мне свои работы. На Западе на этом можно было сделать неплохой бизнес. Да, Нина у меня. Очень талантливая. Прошу прощения. Да. Хорошо, я буду через пять минут и все уложу. Извините. В бухгалтере небольшие проблемы. Муж в тебе души не чает. Да, он заботится обо мне, опекает меня. Нет, дорогая. Поверь моему опыту, это не отцовский инстинкт. Это настоящая большая любовь. Я очень надеялась, что мне все-таки удастся уговорить Стаса. Но он старательно играет роль жертвы и мечтает засадить Олега за решетку. Так что, я думаю, вам нет смысла еще раз с ним разговаривать. Вероника, успокойтесь. Мы обязательно найдем выход из сложившейся ситуации. Да уж, я очень на это надеюсь. Скажите, а раньше между Чайкой и Соловьевым были подобные инциденты? Да. Зимой Стас подрался с Олегом и очень сильно повредил ему руку. Понадобилась даже дорогостоящая операция. И Соловьев написал заявление в полицию? Нет. Жаль. Нам бы это сейчас очень помогло. Тогда скажите, а вы могли бы выступить в суде и дать свидетельские показания касаемо этого случая? Послушайте, если честно, мне бы не очень этого хотелось. Потому что начнется шумиха возле отеля, набегут журналисты, но если не будет другого выхода, тогда, конечно, я согласна. Вероника, извините за бестактный вопрос. Спрашиваю не из любопытства, а для того, чтобы как можно лучше выстроить линию защиты. Насколько я знаю, вы долгое время встречались с Чайкой. Жили в доме ваших родителей, потом в отеле. Но меня вы наняли для защиты Олега Соловьева. Скажите, вы таким образом хотите наказать своего бывшего? Он сильно вас обидел? Меня обижает только одно. Его патологическая ревность. А у Чайки есть основания для ревности? Нет. С Олегом у меня все в прошлом. Ты будто бы не рада это слышать. Ну почему не рада? Рада. Просто у нас сложные взаимоотношения. У меня с ним, у нас с обоих с его семьей. Знаешь, совсем просто нигде и ни у кого не бывает. Главное, что твой муж добрый, порядочный человек. Да, это правда. Знаешь, Семен Назарович напомнил мне чем-то моего первого мужа Томаса. Он тоже был очень добрым, благородным человеком. Вы? Ну, он давно умер. Но всем хорошим, что есть в моей жизни, я обязана ему. Он буквально спас меня, когда я была на краю пропасти. Как и Семен меня. Вернемся к разговору об аукционе. Папуль, со мной маленький, им все в порядке. Да, я принимаю витамины. Регулярно. Пап, не надо присылать ко мне гинеколога. Это как-то неудобно. Тем более, что у Марины Георгиевны есть отличный врач. Она обидится. Хорошо. Да, обещаю. Папочка, я схожу к врачу. Да, да. Давай, целую. Пока. Пока. Еле отбилась. Крис. Тебе не кажется, что пришло время рассказать твоему отцу все как есть? Ты что, с ума сошел? Да папа, он убьет меня. Он каждый божий день мне названивает. Он уже даже придумал, где я рожать буду. Крис, послушай. Но все равно рано или поздно он узнает. Ну, давай тогда сделаем так, чтобы это оказалось правдой. Угу. Давай. Я понимаю, что Семен жил на Антона. Ну, чтобы бросаться такими обвинениями. Да, я тоже слышал об этих обвинениях. Причем не раз и не два. Ну и что, как по-твоему? Антон может быть причастен к убийству Романа? Вряд ли. Я много анализировал мотивы и поведение Антона. Ну, что касается конфликта с Семеном, там все ясно. Семен перешел на дорогу. А вот Роман Назарыч, у Антона не было мотивов желать ему смерти. Угу. А версия Семена о попытке обанкротить и потом перекупить отель? Его версия бездоказательна. Антон никогда не высказывал намерений перекупить акции вашего отеля. Ну, как ты думаешь, Антон может сейчас представлять для Семена какую-то опасность? Антон не дурак. Много людей, включая меня, знают о его конфликте с вашим сыном. Зачем же ему еще подставляться? Если вдруг появится хоть какая-то информация об убийстве Романа Назарыча, я тут же возобновлю работу по этому делу. Спасибо, Игорь. Я все поняла. Гриза, мы тут Тамара Ивана такую колясочку посмотрели, хотели... Что случилось? Что такое? Макс тебя опять обидел? Ну, я ему голову оторву. Ну, так издеваться над беременной женой, солнышко. Ну что? Боже мой, ну ты посмотри, ну не плачь. Ну, нельзя нервничать, ты же навредишь ребеночку. Ты не беременна? А где Семен? Привезли картины для аукциона. Он командует их размещением в зале. Отлично. Значит, мы можем спокойно обо всем поговорить. О чем? О ваших с Кристиной проблемах. Я все знаю. Ну вот и славно. Честно, я был против того, чтобы обманывать тебя и остальных. Дело не в этом. Значит так, вам нужно с Кристиной сказать, что вы встали на учет по беременности, а самим обратиться в клинику репродуктивной медицины. Мам, ты сейчас серьезно? Ну ладно, у Кристины крыша поехала на этой теме. Ладно, я трус и не могу признаться, что я не хочу от нее детей. Но ты-то, ты-то в состоянии это понять? В состоянии понять, что папа Кристина уничтожит и тебя, и твой бизнес. Все Марченко пострадают из-за тебя. Или ты в этом сомневаешься? Уйди. Мама, выйди из кабинета! Ну, если вкратце, ситуация такова. Слушания по делу Олега отложились в связи с тем, что Стас якобы не в состоянии явиться на суд. Якобы? Что это значит? Я был в больнице и общался с лечащим врачом. На самом деле Стас сам тянет время. И пока он прячется в больнице, Олега избили в камере. Господи, это что Стас организовал? Не думаю. Просто Олег что-то не поделился камерниками. Такое впечатление складывается, что он сам нарывается от неприятности. Даже по отношению ко мне агрессивен. Говорит, что в защитнике не нуждаются. Унесу уже сдачу, унесу. Не-не, не надо. Потом рассчитаемся. Седай, Халь. Слухай. Ну, треба тебе это, о крыше подумать. Федя, какая крыша? Мы толком раскрутиться не успели. В убыток себе работаем. В убыток? Серьезно? Я к тебе, Галина, сюда две недели хожу. Як на работу. По расписанию. Видишь? У меня тут все посчитано. Сколько у тебя посетителей бывает за день, на какую сумму они заказывают, какие у тебя получаются расходы и какая прибыль должна остаться. И прибыль у тебя получается очень даже неплохая. А я и не знала, что я такая богатая. Может, ты ко мне в бухгалтеры пойдешь, Федь? Ты шутиться своим Тарасом будешь. И запомни, в Михеевке ни один бизнес без моего доброго не работал и работать не будет. Ой-ой-ой. Царь горы прямо нашелся. Угу. Феденька, а ты забыл, кто у меня зять? А ты забыл, я тебя корчму чуть не прикрыл, когда там хозяйничать пыталась. Только у корчмы была лицензия, помнишь? У тебя есть лицензия? Где? В рифме? Нет. Незаконная господарская деятельность. Вот как это называется. Давай это, короче, готовь гроши, а завтра приду. А вы уже решили с Андреем где свадьбу проводить будете? Нет. Я бы хотела здесь, а Андрей дома в узком кругу. Зря. Это же свадьба. Ее по-настоящему отмечать надо, а не дома прятаться. Андрюша, подойди к нам. Слушай, Иванка говорит, что ты хочешь свадьбу проводить дома. Вот так сказать, вы, да мы с мамой и дедом. Ну да, да, правильно говорит. И что ж ты не хочешь порадовать Иванку? Позвать друзей Иванкиных подружек? Надо позвать? Свадьбу, это же такой праздник. Ну, если надо, давайте позовем. Так думаешь, тесно будет. Да и обстановка не та. Дядя Петрович, что ты хочешь от меня? Зато в разы дешевле будет. Откуда у нас с Иванкой деньги на свадьбу? Картины мы пока разместили в одном из резервных номеров. Я там поставил охрану. У меня есть депозит в банке. Я думаю, на свадьбу как раз хватит. Вот и хорошо, это твой личный депозит. Пускай он у тебя и будет. Потратишь его на потом на что-нибудь более полезное. Андрюша, может, у вас в Германии принято во всем искать пользу, у нас и в Украине. Все делают, как душа просит. Вы знаете, мне кажется, ваши сотрудники в затруднительном положении. Не беспокойтесь, я вас здесь подожду. Вы знаете, я... я подумаю. Прошу прощения. Вы обсуждаете организацию предстоящей свадьбы? Можете не беспокоиться. Молодым накроют столы за счет райского места. Ивана, считайте, что это вам премия за добросовестные пятилетние труды. Семен Назарович, спасибо вам огромное. А значит, в суд явиться ты не в состоянии. Помощь нужна, бедняжка? Можешь орать сколько хочешь, но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы твой ненаглядный Олежка просидел в СИЗО как можно дольше. Послушай меня, Стасик. Либо ты заберешь свое заявление, либо ты меня больше никогда не увидишь. Хотя нет, один раз с тобой мы все же увидимся в суде. Только не надо меня пугать. И там я подробно расскажу, как зимой ты избил Олега. И пусть уже тогда суд решает, кому место за решеткой, тебе или ему. Слушай, так страшно, что я чуть не описался. Вероника, столько времени прошло, тебе никто не поверит. И свидетелей у тебя нет. Ой, а вот здесь ты ошибаешься, дорогая. Свидетель-то у меня есть. Причем очень важный. Мама моя. И она готова хоть сейчас дать показания в суде. Кстати, травматолог из районной больницы тоже не против дать показания. Ничто-то мне подсказывает, на срок в тюрьме тебе хватит. Блефуешь. Не заберешь заявление, узнаешь. Кума, шо делать? Если я ему один раз заплачу, он не отстанет. Я его знаю, ему сколько не дай, все мало. Слушай, Галь, ну а вот если не заплатить, то шо? Тогда он нам устроит пекло. В смысле? Ну, нашлет и налоговую, и санстанцию, и пожарников. И деть колысого. Ой, ой, ой. Ух. Слушай, Галюнь, а якшо вашего цього дядька попросить, а? Не, ну он ж ж как ни крути ваш родственник, правильно? И у него наверняка там связи какие-то, юристы или типа. Там, ну, в общем, посуду я помыла, во дворе прибрала. Так шо до завтра. До завтра, да. Бувай. Да. Галя, я же тебе говорил, шо Федька просто так никуда не приходить. А ты с тарелкой проковнуть, с тарелкой проковнуть, вот и проковнул. Ну, конечно. Вот все вокруг умные, одна я дура. Это было бесподолго. Ах, хаха, хах! Ах, хаха. Нет, нет, нет. Ты была бесподолго. Фух. Хаха, хаха. Ах, хаха. Слушай. Скажи, раз я такая бесподобная, исполни для меня одно мое желание, а? Ты хитренькая, сейчас скажи, какое? Какое, какое? Я хочу, чтобы ты на аукционе купил для меня одну картину Брайана Холма. Ты серьезно? Подожди, ты с ума сошла. Ты хочешь, чтобы всем стало понятно, что мы спим? Нет. Я хочу, чтобы хоть кто-то из акционеров оценил работу бренд-менеджера, как я тружусь, не покладая рук. Не покладая рук. Не оцениваю работу бренд-менеджера. Хочешь этими руками обогатиться еще, да? Ну, серьезно, у меня сейчас проблемы с финансами. Ну, ты же знаешь. Фирмы с быстрыми кредитами сейчас прикрыли, стройка заморожена. Ну, нет мне сейчас денег на эту картину. Угу. Очень серьезно. Конечно. В общем, если ты захочешь и дальше иметь дело с такой бесподобной, найдешь деньги. Как-то выкрутишься. Продолжение следует. Вася Виктория, а можно вас? Да, конечно. Секундочку. Хорошую новость. Я нашел, где-нибудь. Неужели? Не ерничай. Выбирай картину, какую хочешь. Вот эту. Вот эту? Хорошо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Хочу поприветствовать вас от лица нашего фонда помощи детям-сиротам, которые действуют в ряде стран Европы. Недавно филиал нашего фонда открыл свой офис здесь, в Украине. Все средства, собранные на сегодняшнем аукционе, будут перечислены на счета украинских детских домов. Благодарю вас за внимание. Итак, лот номер один. Начальная стоимость картины 30 тысяч гривен. Прошу, господа, кто больше, поднимайте руки. Макс, купи эту картину для меня. На какие деньги? На папину. Ну, сама и покупай. Макс, ну я хочу, чтобы в торге участвовал ты. Ну, пожалуйста, она отлично будет смотреться в нашей детской. Молодцы. В какой еще детской? 35 тысяч. 35 тысяч. 35 тысяч раз. Детская, которая будет в нашем новом доме. Нам пора строиться. Мне уже надоело жить с твоими родственниками. Макс, ну блин. 35 тысяч два. Подождите, пожалуйста, мой муж хочет купить эту картину для меня. 40 тысяч. Слушаю. Ник, я соскучился по тебе. Давай мириться. Я сделал все, что ты просила. Приезжай. Я приеду только после того, как удостоверюсь, что ты говоришь правду. Илья Олегович, здравствуйте. Пожалуйста, вы можете проверить, Стас действительно забрал свое заявление или... Вы уже в курсе? Что? Завтра выпускают? Я поняла. Спасибо большое. Лот номер два. Начальная цена 30 тысяч гривен. 31. 35. 36. 40. 41. 50. 50 тысяч. Раз. Господа, кто больше? 50 тысяч два. Кто хочет поднять цену? 50 тысяч... 3. Подождите. Что это такое? Объявляется 15-минутный перерыв. Я куплю любую другую. Выбирай. Лот номер семь. Да ты издеваешься. Это самый дорогой лот. Здоров сотрудникам общепита. Шо це? Ляк оно ничо. Степа, отнеси заказ, будь ласка. Тривайся, Али. Ммм. Ты считай, не считай, больше не получишь. Ясно? И так уже на пределе. Если больше захочешь, ты нам все дело остановишь. Ты це, не кипишуй. Денег ты нормально дала. Ну, я же для первого раза. Тарас о нашем договоре знать ничего не должен. Та я могила. О. Это любимая лошадь Брайана. Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем. Прошу занимать свои места. Итак, лот номер три. Лот номер семь. Самый дорогой лот, представленный на нашем аукционе. Спасибо. Начальная цена 200 тысяч гривен. Кто больше, господа? Двести пятьдесят. Триста пятьдесят тысяч. Триста пятьдесят. Раз. Четыреста. Нет, пятьсот. Шестьсот тысяч гривен. Извините. Извините, пожалуйста. Шестьсот тысяч. Раз. На шоссе авария и дикая пробка. Понимала, что жутко опаздываю, но... Хоу, мой любимый художник. Я так давно мечтала купить хотя бы одну его работу. Он тоже торгуется, жжет. Да. Шестьсот тысяч два. Девятьсот. Девятьсот тысяч. Девятьсот тысяч, господа. Округлим. Девятьсот тысяч раз. Девятьсот тысяч два. Девятьсот тысяч три. Продано! Картину приобрел господин Винокуров. Я прошу прощения, я хочу сделать заявление. Я приобрел эту картину, чтобы подарить ее очаровательной женщине. Мне? Яна. Спасибо. Спасибо, дорогой. Ты? Ты лучший. Моя супруга. Пойдем. Уважаемые дамы и господа, наш аукцион подходит к концу. Сейчас я хочу объявить последний лот. Лот номер восемь. Начальная цена... Подождите. Я прошу меня извинить, но я снимаю этот лот с торгов. Я хочу подарить эту картину влюбленные самой красивой паре сегодняшнего вечера. Очаровательным хозяевам отеля Нине и Семену Марченко. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое. Я очень рада. Спасибо. Даже не знаю, что ей сказать. Уважаемые дамы и господа. Ну что ж, осталось только поблагодарить всех пришедших на наши аукционы и объявить о том, что сегодня было продано картин на 2,5 миллиона. Как уже было объявлено ранее, все деньги пойдут в помощь детским домам. А также детям-сиротам, нуждающимся в лечении. А сейчас... АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю. А сейчас я хотел бы пригласить вас в ресторан, где для вас накрыт небольшой фуршет. Самый очаровательный парень. С таким вкусом я вообще не понимаю, как она вышла замуж за художника. Да. Чуть-чуть правее и левый угол выше. Вот так. Слушай, по-моему, замечательно. Комната сразу преобразилась, да? Да. И Лена сказала, что эта картина приносит удачу. Так что можно загадывать желание. Ах, если бы. Я так хочу, чтобы ты была по-настоящему счастлива. Но, боюсь, никакая картина мне это сделать не поможет. Семен Назаревич, да я счастлива от того, что вы есть в моей жизни. Простите. Это ты меня прости. Не знаю, что на меня нашло. Ради бога, прости меня. Не извиняйтесь. Вы мой муж, и я не могу дать вам то, что вы заслуживаете. Ты ни в чем не виновата. У нас был договор, я его нарушил. Прости меня еще раз. Прошу тебя. Макс, хватит смотреть футбол. Помоги мне пристроить картину. Ну или скажи хотя бы, где она лучше смотрится. Да вешай куда хочешь. Ты хотела продемонстрировать, что у тебя богатый папа и послушный муж. Продемонстрировала? Молодец. Сейчас-то зачем выпендриваться? Все равно никто не увидит. Я просто хочу повесить картину. Я не понимаю, почему ты злишься. Не понимаешь? Когда ты в последний раз выходила на работу? При чем тут это? А при том, что нет никакой работы. Ты тогда взяла деньги у отца, и сейчас их взяла. Еще и меня в это втянуло. Зачем ты постоянно врешь? Я просто хочу как лучше. Слушай, вот это твое как лучше довело меня до того, что я... Даже когда ты просто говоришь «доброе утро», я начинаю искать в этом двойной смысл. Тогда тебе нужно обратиться к Юлию Генриховичу. Макс! Иди куда хочешь. «Доброе утро» «Доброе утро» «Доброе утро» не спится решил воздухом подышать а ты выглядишь так как будто всю ночь не спал бессонница работы много даже выйти воздухом подышать некогда где ты шлялся всю ночь тихо не кричи перебудешь весь дом потом никто не поверит что мы идеальная пара я еще раз спрашиваю где ты шлялся я был в ужгороде в ночном клубе снял кого-нибудь ну что ты дорогая куда мне в нашей семье деньги только у тебя отстанет меня со своими дурацкими расспросами хочу спать господи я так волновалась что с вами что-нибудь случилось все порядке я всю ночь провел в заброшенной церкви молился странно в церкви служба не проводится уже много лет а божественное присутствие ощущается господь дал мне силы справиться с нахлынувшим наваждением так что ты можешь больше не переживать то что я позволил себе вчера больше не повторится в общем нам не удалось его обмануть олег слишком хорошо меня знает и он сразу понял что это я наняла вас чтобы вытащить его из тюрьмы а я всего лишь надеялась что выйди из сезона хотя бы меня выслушает и перестанет видеть во мне врага а он а что меня уже тошнит от этого цирка подослала ко мне стаса лишила свободы работа потом сама же вытащила на волю я не игрушка развлекайся с кем-нибудь другим и что он сыт этим по горло вот это ваш коноравт спасибо спасибо всего доброго да убедилась что я не вру ник я выписываюсь сегодня можешь приехать забрать меня пожалуйста я ужасно хочу тебя видеть да пошел ты к черту галя галь галь ты где а я с кумой и степой за продуктами поехала через час полтора буду а то могла бы хоть пару котлет и хлеба мужу оставить спасибо тебе явление тараса народу и вам добрый вечер здрасте тюта шо вы на меня смотрите я есть хочу а шо галка не кормит или дорого ахахаха да не она поехала за продуктами досидай садись тарас да шо ты такой бедненький сейчас тебе картошечки пожарю с отбивной спасибо шо сложно в доме кафе держать ты не спрашивай руси покойно ты себя чувствуешь галка то в делах наверно всегда ну да на шо вы в це влезли а ты ж ерыне зарплату заплати степану заплати федору на лапу дай там же навару копейки вообще пить я ж сама знаю а полотен он нашел федки платит тарас ты шо як ребенок ну як бы вона без того працавала не заперто входите владочка Не помешало? Ну как вы можете мне помешать? Я всегда рад вас видеть. Присаживайтесь. Ну, как вы? Что, ваше состояние ухудшилось? Появился страх, тревога, чрезмерное беспокойство? Что? Неприятности на работе? Хуже. После смерти Жени я совершенно перестала доверять мужчинам. Вот такая вот у меня глобальная проблема. Конкретней. Что конкретней? Все мужики козлы. Без исключения. Так уж и все. Крибли? Крабли. Бумс. Купил специально для вас. Подождите. И, конечно же, после такого подарка вы рассчитываете, что я прыгну к вам в постель, да? Боже упаси, даже в мыслях не было. Просто я догадался. А, извините. Что вам хотелось бы иметь эту картину. Решил сделать вам подарок. Я тебе рыбки и пивка принесла. Перекуси пока, а я ужин приготовлю. Не надо ни якого ужина, Галя. Я уже сытый. По самое горло. Вот скажи, Галя, ты обещала не платить Федьке? Ну, говори, обещала, чини. А ты запретил мне к зятю обращаться? Запретил. А Федька на меня наседает. Инспекциями грозит и штрафами. Так что мне делать-то, раз? Что делать? А я тебе сейчас скажу, что делать. Закрыть это кафе к чертовой матери. Вот, значит, так, Галя. Выбирай або я, або твое кафе. Ты? Конечно. Примешаю. Присаживайся. Ну что, как настроение предсвали? Ой, если честно, замучился немного. То список гостей уточни, то костюм примерь, то с меню разберись. Так, а если завтра это все уже закончится? Эй, нет, дорогой мой. Завтра у тебя все только начнется. Семейная жизнь – это еще тот праздник. Да. Слушай, а как насчет того, чтобы устроить мальчишник и попрощаться с твоей свободой? Ну, если такое, как в американских фильмах показывают, то извини, я пас. У меня ни здоровья, ни денег не хватит. Да я и пить практически не могу после операции. Только так, бокал шампанского пригублю на свадьбе, да и все. Я же не предлагаю собирать толпу и напиваться. Так, посидим вдвоем, поболтаем. Ну, так можно. Отлично. Ты кушать будешь? Нина, я так благодарна тебе за то, что ты помогла закупить гуманитарную помощь. Нет, правда, без тебя бы я ни за что не справилась. А, ты знаешь, ты уделила мне столько времени. Елена, да что вы, мне было в радость помочь вам. А куда вы сейчас? Может быть, вы со мной с Семеном пойдете посмотреть новые площадки для пикников? Действительно. Елена, может быть, пойдете с нами? А, прошу прощения, я сейчас никак не могу. Но в другой раз с удовольствием. Хорошо. Всего хорошего. Как чувствует себя счастливая невеста? Вы знаете, как счастливая невеста и чувство у себя. Миссис Хоум, приходите к нам завтра на свадьбу. Мы вас будем очень ждать. Я хотела уточнить, а могу ли я после свадьбы поехать с вами в детский дом? Может, я чем-то могу помочь деткам? То, что вы делаете, это очень важно. Спасибо за добрые слова. И за приглашение. Обязательно приду вас поздравить. До завтра. До завтра. До свидания. Ну что, у меня с репродуктивной функцией все в порядке. А, и хорошо. А вот у Макса проблема. Очень серьезная проблема. Какие проблемы? Что случилось? Вот так вот снижена подвижность сперматозоидов. Да и качество у них не очень. Я так понимаю, что именно из-за этого я не могу забеременеть. Хоть врач и говорит, что это временно. Но я, честно говоря, думаю, что Макс бесплоден. Я не понимаю. Нет, ну этого не может быть. Он ничем таким в детстве не болел. И наследственность у него нормальная. Как же так? Вот так. Так что придется либо восстанавливать его репродуктивную функцию, либо делать ЭКО. Но вы же понимаете, что одно и второе – это очень длительный процесс. А учитывая, как мой папа умеет хорошо считать, то это катастрофа. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok